Девушки отдыхают С ревизией отыгрывая подачу информации Почти Наш колледж бодобилдинга имени Бена Уайдера Традиционно проводит конкурс повышения квалификации Для работников фитнес-индустрии Так мы с Владимиром Ивановичем Приняли решение в этом году пригласить Кого-нибудь из финалистов Олимпии Короче, в Ульфе сейчас нет никого Так железный фактор ждать в гости Заставлять себя долго упрашивать не пришлось Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда без него Логический семинар был разделен на 4 части Работа в тренажерном зале Дискуссии в зале аэробики Свободное позирование Вульфа И вручение дипломов Я убежден, что 4 часа этого захватывающего общения Запомнится выпускникам колледжа на долгие годы На утро следующего дня мы запланировали интервью с Деннисом Который с удовольствием представляем вашему вниманию Деннис, различные источники предоставляют противоречивую друг другу информацию По твоему месту рождения Раскроешь правду? Не, я в Киргизии родился Ну, я не знаю, мой отец из Казахстана Ну, мы жили долго там Я, наверное, скоро мне было 9 лет, наверное Мы переехали в Кемеровскую область И потом через 3 года мы уехали в Керманию У меня, как, мать Ненко И вся семья ее там была уже И, пух, раньше вообще плохо было же все Многие, многие люди уезжали раньше То есть, до 12 лет ты был обычным российским ребенком Ну, конечно И спортом, наверное, занимался У меня гантели всегда были Я разным спортом занимался раньше Вот, по диплему начал в 18 лет Я думаю, через полгода уже Как бы захотелось уже больше Так, уже интересовался Где люди выступают, какие люди выступают Как надо выглядеть, чтобы выступать И все такое Через 2 года я нашел одного Который мне помог Он со мной тоже тренировался в одном клубе И он мне помог маленько Он, как, к тем людям мы ездили Который, ну, разбирается в этом спорте Который знает, как панельковку делать, диету делать И все такое И в 99-м я первый раз выступал Чем, наверное, обрадовал родителей? Ну, сначала не очень Я думаю, что Ну, много слышал Слышал по телевизору Еще где Что опасный спорт и все такое Я думаю, поэтому они не очень Хотели, чтобы я этим занимался Ну, как я начал выигрывать Как, конечно, чемпионом мира стал Тогда вообще, ну, мои родители, конечно, гордились Кого же ты пошел? Я не знаю, потому что Я выше ростом, чем все из моей семьи А так, я не знаю Ну, может быть, раньше кто-то у нас был Который маленько поздоровее был Слава богу, что у меня так все получилось Что я так выглядел Пусть то есть без генетики Это вообще нельзя будет так Ну, у профессионалов на таком левеле быть Как вот сейчас я или другие Люди, у которых генетика Вот как Флекс Виллер был И Кевин Леронни Вот сейчас Много есть филгит И я вот Уже видно, что Самое главное у нас генетика И потом, конечно Трудная работа тоже, да Я не знаю, как Это не только если у нас генетика Что нам не тренироваться, ничего Мы так же тренируемся, как и все остальные Чья физика тебе наиболее симпатична? Из прошлых Ну, конечно, Флекс Виллер Это он самый мой Который я Ну, он мне очень нравился И Кольман, конечно Потому что он 130 килограмм На соревнованиях был И очень-очень хорошо выглядел Давай вернемся к твоей истории До чемпионата мира Ты еще много где выступал Помнишь свой первый выход на сцену? У меня первые были Я как Мне исполнилось 21 год перед Соревнованием И Ну, одну неделю перед соревнованием Потому что Я Юниором был А там Сразу Послали Ну, как Взрослым Ну, я четвертым был И Для меня это было все нормально Потому что Как в финале Это всегда Очень хорошо было у нас Потому что у нас Раньше Очень-очень много было людей Которые выступали Год позже Ну, у меня было В 99-м У меня было 92 килограмма Веса И год позже В 2000-м У меня было 100 килограмм Я выиграл первые соревнования Это у нас было Перед Немецкими Соревнованиями У нас всегда Квалификация есть И я их выиграл И на немецкие соревнования Был четвертым Тогда ты уже подумал О карьере профессионала Я хотел, чтобы Ну Дальше тренироваться Ну, я не знал Получится это или нет А как я вот Первый раз выиграл Я Ну Хотел бы Хотел бы стать А потом, когда я Чемпион Германии Стал, то Уже хотел Конечно, профессионалом стать Профессионал Карты не давали Потому что Мне сказали, что Надо мне На чемпионат мира Выиграть Или В пятерку попасть Тогда В немецком Айфеби Может Дать мне Профессионалную карту Мы поехали Тогда Полгода позже В Китай И У меня Как Я хотел только В пятерку попасть Да Но я все выиграл Там Конечно Это Как Никто Не ожидал Да И я сам Даже Наверное Две или три Дни не верил Что это Я выиграл Ну и потом И сразу Все быстро Остало Потом Кевин Гортус В Англии Приехал Для Флекс Фотографии делать Потом Я в Америку На обложку Флекс попал Сразу И Ну Сразу Спонзор Получил Потому что Я как Домой Приехал С Китая У меня Сразу Имей Много Было Которые Хотели Сразу Мне Контракт Дать Ну У нас Все 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 Было Очень Быстро После Соревнований В Китае Я помню Нашу встречу Наверное Классик Ты сделал Паузу Чтобы Набрать Вес Как Быстро Ты Превратился Из Чемпиона Мира У настоящего Профи Ну Год Позже В 2006 Году У меня было 6 килограмм Больше Чем На Чемпионате Мира Ну Я не такой Не так В форме Был Как На Чемпионате Мира Наверное Потому что Я Очень Хотел Потяжелее Быть Мощный Вес Прибавить Это Как У всех Боливей Одно и то Вес 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 Да И Ну В конце концов У меня Очень Хороший Был Старт Профессионалов Я Седьмое Место В Тексасе Сделал Потом Пятое В Канаде И Третье В Испании И Квалифицировался На Олимпию Первый раз В первом году Сразу Потому что Никто Это тоже Не ожидал Ну На Олимпию Поехал я Так Чтобы Только Посмотреть Чтобы они У меня Увидели И все Такое Потому что Я Никогда Не решал Что Не ожидал Чтобы они Вообще У меня 15 Лучших Пустили И они Кажется не Пустили Для Для меня Для меня Это было Все Нормально Потому что Я знал Что Первый раз Это всегда Тяжело И Они даже Не хотят Смотреть На тебя Это в Америке Всегда Так Приехав В США Ты наверное Сразу получил Предложение Остаться Почему ты Все еще Живешь В Германии Ну В том Что Я не остался Ну Не переехал В Америку Потому что Никого не знаю И у меня Как В Германии У меня все есть Я дом купил И Если бы у меня Семьи не было То бы я Наверное Уже Сразу бы Там остался Ну Потому что С семьей И не знаешь Как В будущем Все будет Дальше идти Вот опять У нас Надо решать Чтобы Переехать Или остаться Потому что У меня много Я много выступаю В Америке И С Германией В Америке Всегда летать Это очень Очень долго И теряю Всегда пару дней А в Америке Если в Америке Живешь Там только Например Куда-нибудь Тебе надо Пять Или два Или шесть часов Само много Детишь И можешь Самый вечер Сам тот день Опратно Прилететь Домой И все такое И конечно Вот Я теряю Много денег Потому что Я зарабатываю Доллары И меняю На евро Вот это Большая проблема Потому что Доллар Сам упал Уже Год назад Уже упал Сильно Ты заговорил О своей семье Расскажи Пожалуйста Как вы С Катей Познакомились И откуда У нее Такое Замечательное Русское Имя Ну Я не могу Я говорю Что ее Сестра Это имя Ей дала Потому что Раньше Давали Все имена В Германии Старые Немецкие Имена И все такое Я думаю Что ее Сестра Не хотела Такое Имя И она Ну Где-то Увидела Или услышала Имя Ну У нас много В Германии Катя Или Наталья И все такое Это раньше Только в России Было А сейчас Везде Ну Я познакомился С моей женой У нас В клубе Я всегда Вечером Тренировался Ну Когда я Первый раз Мою работу Потерял Я утром Приехал Только просто Кофе попить И все такое Потому что Время было много И она была там Ну так Мы познакомились Да Уже 6 лет женаты 8 лет Бесты Это уже Долго В водобилнике Как показывает опыт Сложно сохранить брак На долгие годы Примеров Море Кевин Леврон Ронни Коллиман Милыш Сарцев И многие-многие Другие Как вам сказать Удается столько Времени Проводить вместе И до сих пор Не доедать Друг другу Моя жена Всегда со мной Ездит Туда Если возможность У нас есть Я думаю Что многие Думают Вот если они Одни И куда Один То Все Женщины Для них Моя жена Знает Что Вообще У нас В спутборте Случается Все такое Она Всегда со мной Ездит Чтобы Ничего Не случилось Я Очень счастлив С ней Потому что У нас проблем Нет И все Мы все С умом Делаем Например Если Я Больше денег Начинаю Зарабатывать И еще Что То Мы Не тратим И еще Что Мы думаем О будущем Потому что Если Кончишь Карьеру Бодибир Надо же Что-то Дальше Делать Не пойдешь Опять Работать Как раньше Это уже Не сможешь Вот Надо Думать О бизнесе Позже И для этого Надо Деньги Ты же Думаешь Чем Заняться На пенсии Трудно Сейчас Я раньше Хотел бы Клуб Или два Или три Открыть У нас Сейчас Трудные Времена Потому что У нас Большие Клубы Открываются Где Люди Только За 19 20 Евро Тренируются В месяц И Маленькие Клубы Они все Исчезают У нас Которые Конечно Подороже У нас Вот это У нас Проблема Потому что Сейчас клуб Открывать Это Трудно Очень Трудно Потому что Люди Ну Многие Люди Не хотят Трениваться У многих Людей Денег Меньше Стало Меньше Такого Выступлений В Германии Чем Во всем Мире Потому что Вот В прошлом Году У меня Только Один Был В этом В этом Году Еще Не Одного Было Только На ФИБу Вот Это Для Меня Это У нас В Германии Но ФИБу Это ФИБу Это Каждый Год Мне Каждый Год Они Предлагают Выступить Год Самое Хорошие Для меня Было В Австралии Вот Санченкост Гольдкост Вот Это Очень Очень Хорош Как В Майами Ну Другой Климат Больше Ветра Где Еще Вот Кувейт Это Мне Нравится Потому что Там Люди Любят Наш Спорт И Они Как Сумасшедшие Всегда Стоят И Смотрят Как Ты Тренируешься Что Ты Тренируешь Фотографируется С тобой Прям Как Если Ты Тренируешься Да Вот Это Мне Тоже Нравится Вот Сейчас Первый Раз В Санкт-Петербурге Очень Очень Красивый Город Как Ты Думаешь Почему Других Финалистов Олимпии Не так Часто Как Тебя Приглашают На Семинары Взять К примеру Того же Фил Эхита Парень Крайне Редко Выезжает На Подработку Ну Я Не знаю Может Он Отказывается И Не принимает Эти Приглашения Или Еще Чего Но Для Меня Это Конечно Очень Хорошо Что Второй Год Подряд У меня Целый Год Семинар Или Госпознение И все Такое Это Для Меня Это Значит Что Люди Интересуются Мною И Хотят Меня Увидеть Это Очень Хорошо Для Меня А Других Я Не знаю Может Они Не Хотят Может Не 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 Я Не Знаю Только Они Знают Приехав На Олимпию Ты Наверняка Прочувствовал Разницу Между Любительским Чемпионатом И Большим О Осознал Ли Ты Что Наконец Добился Того Чего Хотел Ну Конечно В первом Деле Перед тем Как На Олимпию Едешь Первый Раз Это Уже Ты Думаешь О Олимпия Ты Только Видел В Журналах Или На Видеокассеты Или Телевизор Это Уже Что-то Другое Было Потому Это Знаешь Все Профессионалы Все Хорошие Профессионалы Только Там Всегда Выступают И все Такое Ну А потом Когда Выдешь На Олимпию И выступаешь Это Вообще Забываешь Что Ты На Олимпию Это Для Тебя Как Самый Нормальный Нормальный Соревнование Ну Только Если Там Налево Направо Смотришь Другие Люди Стоят Да А Сейчас Для Меня Конечно У меня Сейчас Будет Четвертая Олимпия Да Вообще Все Нормально Это Для Меня Как Моя Работа Я Еду И знаю Что На Олимпию Для Меня Это Как Раньше На Простые Соревнования Как Тебе Отнеслись Другие Профессионалы Когда Ты Только Что Появился На Большой О Я Знаю Как Один Меня Всегда Очень Поддерживает Сейчас Для Теннис Джеймс А Другие Они Как Все Думают Что Один Новый Да И Может Быть Его Завтра Уже Не Увидишь Не На Слышный Год И Все Такое А Вот Потом Конечно Через Пару Олимпий Они Начинают Говорить О Это Может Быть Он Может Выиграет Другие Говорят Он Не Выиграет Никогда И Все Такое Это Конкуренция Есть Между Бодибиром Между Профессионалом Одни Только Плохое Говорят О тебе Другие Только Хорошие Да Вот Кольман Он Тоже Никогда Плохого Ничего Говорил Вот Сейчас Начинают Которые Хотят Выиграть Например Филгит Или Еще Кто То Они Начинают Что Кто Это Денис Вольф Если Мне Люди Разговаривают Все Равно Плохо Или Хорошо Это Всегда Хорошо Потому Что Еще Не Забыли Тебя Часто Сравнивают Джейм Катлером Говорят Что Ты Его Основной Соперник Вы С ним Как Общаетесь Джейм Катлер Он Для Меня Раньше Один Из Самых Лучших Людей Профессионал Бодибилинги Был Потому Что Он Очень Умный Человек Он Очень Хороший Человек Он Всегда Если Чуть Его Спорт Всегда Отвечает Вежливый Сейчас Что Он Начал Потому Что Как Проиграл Олимпи Для Других У Него Другое Отношение Он Не Так Много Начал Разговаривать С Другими Профессионалами Он Только У него Друг Фил Гид Он Только С ним Разговаривает А так Я его Встретил Недавно Он Какой-то Холодный Был Я не знаю У нас Всегда Хорошее Было Отношение Всегда Последний раз На Олимпи Рядом Посадили Мы Всегда Всякую Ерунду Рассказывали Что Хорошего Ты Сможешь Сказать О Маркусе Руле Как Я понимаю У вас Не Самые Теплые Отношения Ну Вот Я Услышал Пару Раз Что Он Как Не Очень Меня Как Да И он Всегда Что-то Хочет Не Сказать Или Сделать Или Что-что Нехорошего Для меня Думает Ну А Мне Это Все Равно Я Не Знаю Почему Потому Что Он Не Конкурент Ничего Потому Что Он Почти Кончил С Спортом И Раньше Перед тем Как я Профессионал Стал Мы Всегда Разговаривали У нас Проблем Не было Я Думаю Что Когда Я Профессионал Стал У нас Один Тот Спонсор Был Да И Его Фотографии Убрали Мои Поставили Может Из-за этого Я Не знаю Ну Я Ему Ничего Не Сделал Ты Доволен Тем Как Развивается Твоя Карьера На Олимпе Да Для меня Это нормально Потому Что Прошлый Год Не Очень Мне Понравился Как Я Выглядел Ну Четвертое Место Лучше Чем Пятое Многие Тебя Критиковали За то Что Твоя Форма За год Сильно Не Изменилась Ну Я Много Весов Потерял И Поэтому Не Видно Было Насколько Я Лучше Был Да Потому Что Две Недели Перед Тем Перед Олимпия У меня Было 7 Кг Больше Чем Год Назад И Я Опять Потерял И Поэтому Видно Было Что Пару Частей Моего Тела Лучше Было Ну Я Не Мускулы У меня Такие Круглые Были В этом году Будет Все По-другому Думаю Как ты Считаешь Что Тебе Необходимо Себе Изменить Чтобы Выиграть Олимпию Ну Я Думаю Что Везде Маленько Надо Будет Добавить Ну Сам Конечно Икри У меня Да А Корм Тоже Не Было И У Декстера Тоже Маленькие Я Думаю Что Если Все Хорошо Смотрится И Они Не Очень Так Смотрят Какие У Икри Или Нет Ну Я Думаю Сейчас У меня Все Лучше Стало Ноги У меня Впереди Взади Уже Как Лучше Стали Чем В Прошлом Году Спина Очень Как По-другому Выглядит Сейчас Чем В Прошлый Год Еще Ну Я Думаю Что Руки Тоже Бицепс У меня Повыше Стал Это Все Равно Очень Очень Трудно Через Год Так Ну Так Делать Что Люди Сразу Скажут О У Сильный Прогресс Это Только Это Редко Бывает Если Сильный Прогресс Сделал То Это Гарантия Что У Тебя На Следующие Пару Лет Мало Будет Прогресса Лучше Для Меня Это Лучше Каждый Год Маленько И так Следующие 5-6-7 лет Чем Первые Два Года Вообще Прогресса А потом Ничего Не изменяется Многие Профи Любят Приврать По поводу Своего Веса И размеров Поделись Если сможешь Максимально Честно Своей Антропрометрией Я думаю Сейчас У меня 139 Кг Пару Недель Назад 141 142 Было Это Самая Тяжелая В моей карьере Вообще Объем У меня Вот Был На Олимпии Думаю Руки 55 Сантиметров Остальное Я не знаю Я Вот Сергей Шелестов Он Приезжал Тоже на Олимпию Вот Он Меня Померил Потому что Все Спрашивали Сколько У меня Чего Я забыл Вообще Раньше Вот Я только Начал Когда еще Мне 13 Было Маленько Потренируешься Померясь И все Такое Это Это все Как Раньше А сейчас Я Делаю Мою работу Смотрю Как я Выгляжу Смотрю Где я Лучше Выгляжу Где Ничего Не Поменялось Твое Мнение По поводу Действующего Чемпиона Мистера Олимпии Декстера Джексона Я думаю Декстера Выбор Потому что Все Топ 5 Хуже Были Чему В этот День На День Мистера Олимпии Это Всегда Решает Только В этот День Твой Прогноз На Мистер Олимпии 2009 Года Как Распределяться Места Вот Можно сказать Я Я Только Могу Сказать Что То В пятерке Может Быть Это Будет Думаю Я Декстер Филгит Кагрин Я И Может Быть Если Катлер Хорошо Выглядит Пятым А если Нет То Будет Тони Филан А вот Места Это Очень Трудно Сказать Потому что Все Для меня Все Которые Топ Тройки Четверки Они Могут Выиграть Я Думаю Кагрин Он Не Выиграет Потому что Он Хорошо Выглядит Но У него Нормальные Позы Как Бицепс Впереди Все Такое Он Плохо Выглядит В этих Позах Он Только В своих Позах Выглядит Хорошо Даже Виктор Проиграл Вот Виктор Я тоже Думаю Что Он Даже Может Не Войти Потому что Виктор Всегда Как У него Много Не Такой Сухой Всегда Вот Может Из-за Этого Можем Назад Двинуть Ну Увидим Потому что Трудно Сказать Кто Увидим Спасибо Денис За интересное А главное Правдивое Интервью Здравствуйте Железный Фактор Все Зрители Большое Спасибо За Поддержку И Большое Спасибо Всем Поклонникам Нашего Спорта Я Очень Рад Быть В Санкт-Петербурге Первый раз И Работать С тренером И С студентами И Спортсменами Нашего Спорта И Да Я думаю Что Я не последний раз Здесь Может быть Еще приезжу Да Или в Москву Большое Спасибо В последний день Пребывания Гостей В Санкт-Петербурге Весь состав Колледжа Бена Уайдера Отправился На Четырехчасовую Прогулку По Неве В процессе Который Учредители Колледжа Денис Вульф Вручили Студентам Дипломы Об окончании Данного Учебного Заведения Отличительная Особенность Выпуска 2009 Года Состоит В том Что Вульф Был одним Из официальных Лиц Подписавшим Дипломы Согласитесь С такой Протекцией Упускникам Будет куда Легче Трудоустроиться В фитнес Бизнесе На этом Мы прощаемся С Вульфом Для того Чтобы вновь Встретиться В Лас-Вегасе На Олимпии 2009 Года В самом Ближайшем Будущем У чемпиона Запланирован Семинар В США После Которого Начнется Подготовительный Цикл Главному Турниру Года Удачи На Большой О Денис Редактор субтитров